здравствуйте этом сек криворожский сейчас будет все как было самого начала как мы пришли в этом увидите значит из чего началось а мы пришли я говорю а где можно записаться и вот это вот актриса она говорит заходите но уже меня там все ждали и были сидели казачки вот тот мужик что справа больше всех возмущался он стал и ушел пришла женщина ихняя работник она там обнималась а потом со своей коллегой сидела слева что она нам надо тут и все остальное так с чего началось а значит 6 месяца июня я подал документы чтобы собрали нам сек 6 месяц и 3 с лишним месяца никто ничего не делал вот бумага пришла я обратился обл администрацию и подоплелова расписала на мурашку это было 0 1 0 9 20 21 и только аж 21 опять же это почти 4 месяца и эта бумага пришла нам сек так что вот эта бумага вы ее не получили вот эту первую но вторую дали я знал что они будут меня там ждать я взял собой двух человек вы думали что все лохи я вам сказал что я наперед знаю что вы будете делать и и вот они спровоцировали эти скандалы все нужно было делать потихонечку спокойно в этом еще увидите что что они там вытворяли а чё они это сделали я вам скажу они думали что я развернусь а и уйду и на этом все закончится там законодательстве прописано если человек не явился нам сек значит все аннулируется все вот что они хотели сделать вот почему они это все делают запоминайте обязательно приходите чтобы вас регистрировали если вы это делать не будете значит все аннулируется так вот эти вот люди они там спецом там еще мужику тот пришел их ней кто он такой там владительщик слесарь все это ожидали моего прихода это провоцировали чтоб не дать мне ничего но все таки они дали все как положено по закону смотрите как она сказала что заходите а потом что ты сюда заходишь это мои сопровождающие я даю разрешение кто будет со мной ходить что они будут слушать и все на свете да есть заходите заходим пошли 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 я живу правами державы а вы кто такая а вы кто такая я работник выйдет я пришла сюда я представляю что вы что вы такая говорите о том что вы местной больнице вы такая скажите что вы такая дочка вам плохо документы ну пускай выйдет отсюда не слышу потому что мне нужно на каком основании я даю разрешение я даю разрешение вы закон про персонали Дани читали вообще и что вообще руки свои растягиваете меня закон он хочет чтобы ты ей руки сейчас привязал какие слова я сказала я не хочу Я сказала, что я приглашаю на регистрацию. А вы инвалид? Захочу, сейчас буду инвалидом. А, будете? Ну вы же меня трогаете, я сейчас буду инвалидом. Мне нужна сюда полиция, потому что здесь нападение. Кто напал? Вы же меня за руки только что нападали. Вы видите, а вы говорите, что это сам. Кто на нее нападал? Я не шныр, вы слышите меня? Я не шныр. Я так не даю. На петушарь я не еду. Какие вопросы сейчас тебе говорят? Я просил на полкона, тебе что-то не надо, избежать. Да, мне не нравится. Так выйди отсюда. Собирайся и десант, ты что, вообще полоумный что? В смысле? Бессмысленно. Ну ладно, да, бессмысленно, я же бачу. Соберите мозги свои в коробочке. Ты вмешался, мои внутренние разговоры, мою личную жизнь. Я тебе разрешения этого не давал. Я тебе не давал разрешения. Разговариваю, пожалуйста, разговаривайте идти. Он аварит, он глупо. На раке идти встали. Почниться на статью. Потише. Ты что, запугали тебя в этой жизни? Ты боишься громко разговаривать? Покажите, что я вежливый, мэрили. Кто тебя испугал, скажи. Мне мешает. А может ты мне мешаешь? Ты мне мешаешь, я сюда пришел по своему делу. Нет, это невежливо. Это невежливо. Будешь тебя смотреть везде на каналах. Понял? Тебя все узнают. И там они все расскажут. Слушай, все там расскажут, что ты есть на самом деле. Значит, ты где-то еще уже где-то был повязан. С вами нечем разговаривать. Ты теперь это уже понял. Ты теперь уже понял, что нечего. Не надо разговаривать. Ты пять минут потратил. С тебя 200 гривен. Понял? За то, что на тебя время потратил. Вы забирайте наш час. А это стоит денег. Да, а как? Вам реально надо. Конечно. Реально. Я тебе скажу, знаешь что? Да, в Китаре. Вам надо дышать. Вам нужно 12 часов людину захищать в суде. Отбывать от банка. Вам надо надо дышать. Закрыть справу по банку. Откуда ты знаешь, куда мне надо? Я там уже был. И сказали, что тебе еще рано. А 60% говорят, входят среди вас. На Дышинскую півжиття прожив. 20 років. Среди нас они ходят. Молчат. Мои дети выросли на Дышинскую. Так что, вы не будете запись делать? Вы запись делать будете или нет? Детей мои, знаю вас все. Выходите, запись. Выйдите из кабинета. Я зашла на прием. Выйдите, я вас не приглашаю. Вы меня приглашали. Я не разрешила вам меня снимать. А я не должен знать. Нет. А мы не должны просто снимать. Вы не пускаете? 307-я статья. 307-я, почитайте. 307-я, почитайте. Подождите, подождите. 307-я статья. Не кричите. Вы не кричите. Подождите. Не кричите. Я сейчас еще слушаю. Подождите, говори. Вы не будете думать. Не за нервы. 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 Давай, говорите 307-ю. Вы зачем мне нервы делаете? Вы пудьте мне таблетки до нее попасть. Вы идите отсюда. Говорите с 307-ю. 307-ю. С 307-ю. Что там написано? Вы с ним не почитайте. Вы идите отсюда. Не о нервы, я говорю. Вы идите отсюда. Знаете почему один на год? Не хочу. На какого слова? Чтобы люди за год могли нас оперативить. Вы идите сюда, чтобы они опять портели. Так, по какой причине? Вы здесь не имеете права. Ты не имеешь права здесь находиться. Вы идите из кабинета. Так, не понял. Так, стоила ожидать. Вы расскажете полиции сейчас. Вы идите из кабинета. Она вам расскажет. Вы идите. Имею я право снимать или нет? Полиция расскажет, зараз вы не приедете. Вас сюда не привозят. Будут и расслабиться. Это не кровать, как раз, относится. Что случилось? Наташа, что там такое? Что там такое? Конечно, конечно, я видел, как вы его толкали. Это он меня толкнул. Что снимал? Вы пришли на запись. А что там такое? Хватать меня за руки. А, вновь она с крючком не пускала. Кто это за женщина? Кто это такая? Вы идите, вы видите, что тут творится. Вы что? Вы что? Ты что хватает? Ты что? Ты что хватает? Давайте, давайте. Хватило за этот самый. Вы поняли? Включайте, включайте прямой эфир. Онлайн, включайте. Сейчас все сделаем. 307-я. Сейчас все читаем. Зачитайте. Смотрите, вот эта вот женщина. Да, вот этот мужчина меня толкнул. Разбросал. Как бы я тебя толкнул бы, ты б не стояла, ты б не стояла, если тебя толкнут. Ну, все. Она взяла, флешки кинула, бумажки начала... Эти уже кино мы уже давно прошли. Взяла, так вот, кинула и говорит, меня он толкнул. Таких аферистов, слушай, я аферист еще больше, чем ты. Я в курсах, я знаю, как это делали. Вот такие они сидят в исполкоме, в банках. Цитирую 307-ю. Цитирую 307-ю. Цитирую 307-ю. Цитирую 307-ю. Цитирую 307-ю. Цитирую 307-ю. Сейчас еще по 10 человек наших. Уважается. А тогда не может быть, что я взяла. А нет, подожду, пожалуйста. Уважается. Это быстро доставлено. Ты кто такой? Ты кто? Какая разница вам, что я так делаю? Кто вы так? Во-первых, не дыкай. Знаете, кто я? Кто? Людина. И я, людина. Вы нет. Вы нет. А тут не люди. Нет, нет, нет. Тут не люди. А знаете, чего? Дуже просто. Вы же физическая особа. Вы хотите всегда поговорить? Вы речи, вы речи з инвентарной номером. Речи з инвентарной номером. Я ее унесу. Вы речи з инвентарной номером. Хочете, расскажу? Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ушла! Ушла! Убрали! Геннадий Петрович! У меня изведевает! Выйдите отсюда! Сейчас полиция приедет! Если вы себя нормально вести не можете, вы, во-первых, начинайте работать! Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Какое вы имеете право бить? Вызывай! Ты смотри! Сейчас подъедут наши ребята! Ты не волнуйся! Сейчас быстренько ты позакрывай! Да что такое же?! Вы не терпите! Какое вообще?! Глянь! Глянь! Вон от 20 лет! Вон от 20 лет! В 20 лет это так и делают! А что делаете? На тыла к тебе подъехать или что? Тебе на тыла к тебе подъехать? Мне не надо твоей цели! Так угомонись тогда! Вызывай сюда! Юра! Да, вызывай меня! Вызывай! Вызывай! Руками не трогай! Руками не трогай! Вызывай! Полтора метра дистанции! Я уже с вами болела! Вышли все! Дистанцию полтора метра! Вышли! 50 сантиметров назад! Смотрите! Как они меня бьют здесь в кабинете! Как я должна успокоиться! По ужасу! Полтора метра дистанции! Держите! И все! Все будет нормально! Тут нельзя работать! Тут нельзя работать! Да ты работать не будешь как Светловский! Главное, если нет в тысячи! Ты меня поняла! Вышел! Все! Уже их нету! Юра! Вышел отсюда! Да не вышел! Так вот что понимали вы! Главного врача Светловского и главного хирурга его заместителя уже нету! После нашего посещения! Так вот я еще что расскажу! Когда люди там лежат! Они домой просто идти! Вот такой вопрос! Пожалуйста! Сюда подойди! Нет! Не сюда! До вас у вас вопрос можно? Что? До вас вопрос можно? Да! Вот вы вышли и начали рассказать! Вы у нас спросили! Хочем мы это чуть-чуть или не будем? Что вы не хотите? Вот то что вы нам рассказываете! Вы у нас спросили! А что мы вам рассказываем? Что? Вы пришли рассказывать! Смотрите я сейчас объясню почему! Я расскажу почему! Из-за вас! Из-за таких как вы! Люди ежегодно без ног без рук! Приходят каждый год здесь в перекомиссии! Почему? Вы задали этот вопрос! Почему вы пойдете в Верховную Раду? Вы не спросите! Почему человек без ноги? Вы вообще права человека знаете Конституцию? Нет! Права человека вы знаете? Десятую статью о здравоохранении! Что каждый человек должен заботиться о своем здоровье и окружающих! Должни! А причем это Верховная Рада сделала этот закон! И Надей Петрович! Если эта человек находится в публичном месте, на улице или при проведении заходов публичного характера, в данном случае вы находитесь в публичном месте. Огрюмкого хочу вас зауважить, что это еще и моя власть! А вы публичная человек, лекарь и ваша власть! И ваша власть однозначно! Алло! Добрый день! Мне пожалуйста опергруппа и патрульник на СЭК областные и Саксаганские. Это находится район Артемок. А тут драка, тут нападение на больных людей. И ставят такие условия, чтобы им приносили деньги. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Да! Тут драки начались. Тут начали больных убивать. Это все. Что? Место Кривый Рег. Я не знаю улику, но МСЭК областной на Артеме. Ну я не могу, я не могу выйти. Для улучшения вашей видимости на Ютуб канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.